Приветствую вас и, как я понял, проблема ваша, она состоит из двух частей. Первая часть это, собственно говоря, ваше отношение к свекровью, а вторая часть это, собственно говоря, отношение с мужем. То есть ваш мужчина, он, по сути дела, не знает, что делать, не умеет. Видимо, он защищает себя, не умеет, видимо, он защищает свою семью и не умеет, видимо, он защищает вас тоже. Вот этот аспект вам очень желательно держать в воображении, потому что, ну, знаете, пригодится подобное. И как вы в дальнейшем, я надеюсь, поймете для чего. Значит, начать нужно с того, что свекровь делает вам постоянную упрекусть. Почему она это делает? Почему у нее негативное отношение к вам? В чем ее потребность, в чем ее нужда? В чем ее интерес поступать именно таким образом? Вот на что вам нужно ответить. И вы, если тогда зададитесь именно таким вопросом, думаю, относительно легко придете к выводу, что свекровь, откровенно говоря, ревнует своего сын к вам. Откровенно говоря, она боится, что вы окончательно заберете ее ребенка к себе, окончательно вы замеете над ним в власть, и она останется ни с чем. И вот этот момент, он является на самом-то деле определяющим. Момент, когда мать, любая мать, боится, что ее ребенок будет другой женщиной, другим родителем. Поэтому о свекрови очень часто ревнуют своих сыновей к их женам. Стоит обратить внимание, что ваша свекровь определенный человек пожилой. И как и любой пожилой человек, она имеет определенный страх. Этот страх связан с тем, что она боится потерять свою значимость. Значимость в жизни вообще, и значимость по отношению к жизни вашего мужа в чеклости. Из-за этого она боится. Она боится, что она будет никому не нужна. И вот страх этой ненужности и двигает ее на все вот эти вот упреки, на все вот эти вот слова, на все вот эти вот аспекты поведения. Именно для того, чтобы привлечь к себе внимание. Собственно, это ключевой момент, ключевое желание. Недостаток внимания к ней самой. Вот это вам и нужно в первую очередь понять. Что эта женщина, несчастная женщина, стремящаяся доступными средствами достичь своих желаний. И выделить ее лишь средством. И когда она говорит вам, что вы такая плохая, она говорит не с вас. Она говорит сама с собой, через вас, за своими желаниями, за своими страхами, ну и так далее. И поэтому не нужно думать, что вы действительно какая-то плохая. Не нужно думать, что вы действительно что-то не так делаете. Не нужно думать, что вы ей не угодили. Ей никто бы не угодил. Просто потому, что она такой человек. Почему я говорю, чтобы вы не переживали относительно вот того, что она вам говорит? Почему я говорю, чтобы вы не думали, что это может быть правда, то, что она вам говорит? Почему? На самом деле ситуация здесь достаточно простая. Связано это с тем, что вы переживаете негативно. Вы испытываете негативные эмоции от того, что она вам говорит. Это значит, что она своими словами так и начнет вас чем-то заделать. И вот второй аспект, важный аспект, это понять, а чем же она вас задела? Почему она вас задела? Ведь если человек любой человек, любыми негативными моментами как-то задевает другого, значит, есть определенная неуверенность в себе. И, к сожалению, эта неуверенность в себе, она и присутствует у вас. Нужно понять, в какой степени, чтобы для себя уяснить, в какую сторону вам двигаться для того, чтобы, ну, скажем так, развиваться, чтобы купировать все слабые моменты, все слабые места именно уже у вас. И если где-то в чем-то вы в себе не уверены, то эту неуверенность необходимо убирать, а уверенность нужно восстанавливать. Следующий аспект приключается в ваших отношениях с мужем. Вы пишете, что муж не знает, что делать. Может быть, вам не понравится то, что я хочу вам сказать. Могу предположить, что вы относитесь негативным к тому, что я сейчас скажу. Но, поскольку вы обратились за помощью, я считаю, своим долгом это все-таки отлучить. Суть того, что я хочу сказать, приключается в том, что мужчина не просто должен вас поддерживать. Мужчина обядок. Это его, как ни странно, долг. Его долг, как главы семьи, оказывает вам поддержку в том, что касается всех отношений с его родственниками. Почему? Давайте подумаем на эту тему. Почему мужчина должен оказать вам поддержку? Сделано в том, что вы терпите его свой кровь ради чего? Ради него самого. Правильно? Правильно. Если бы не мужчина, если бы не ваше желание быть с ним, то вы бы свой кровь не терпели. Так? Думаю, вы не будете спорить с этим фактом. Так. А это значит, что мужчина, ваш муж, в идеале понимает, что все, что с вами происходит, отчасти и по его вине. Потому что мама тревог, и не вы должны договариваться с ней. Хотя вам, конечно, ну не строить с ней отношения, безусловно. Но мужчина, мужчина защищает свою семью от агрессора, от опасности, от всяких негативных аспектов. И мама, ваша свекровь, это меньше из тех, скажем так, зол, из тех негативных возможных моментов, которые вообще могут быть. Свекровь это меньше. Но мужчина уже не знает, что делать. Значит, он не может защитить свою семью. Исходя из этого, можно сделать вывод, что вам нужно с ним поговорить. С ним поговорить и перерасмыслить уже ваши с ним отношения. Может быть, в отношениях так же присутствуют некоторые проблемы. Может быть, имеется какое-то недопонимание. Может быть, вы не до конца доверяете друг другу. Может быть, не настолько близки, чтобы он вас защищал. Тем не менее, проблема определенная с этим есть. И ее нужно решать. Я надеюсь, что вот эти направления, направления судьбы, то есть лучшее понимание причины ее поведения, направление по отношению к вам, лучшее понимание того, что именно вас задевает и деятельность по купированию этих негативных моментов, и направление по отношению к мужу. То есть, более глубокая работа по гармонизации отношений с ним, более глубокая работа по взаимопониманию с вашим мужчиной, обязательно для того, чтобы именно ваша семья представляла собой нечто обособленное, нечто защищенное, нечто недоступное для других языков, для сплетен, для чего бы то ни было еще. Ну и, наконец, последнее. Последнее, это касается, наверное, все-таки сплетен, то есть вы как бы слышите то, что говорят вам другие люди, получается, про вас. Люди, которые, ну вообще, слушают сплетни и передают эти сплетни другим, люди довольно специфичны. Специфичны вообще сами по себе. А связано это с тем, что, как правило, сплетничают те субъекты, которым, ну, скажем так, которым элементарно нечем заняться, которым элементарно не хватает своей собственной жизни. Это тоже нужно стараться понимать. Те люди, которые занимаются сплетнями, никто иный, как люди сами по себе несчастные. И что бы они ни говорили, они передают сплетни того человека, у которого нет своей собственной жизни, они сами являются такими же, что и тот, кто кто-то сплетни распространяет. То есть, по сути, очень бедными, личностно-бедными духовными людьми. И вы, имеющими, ну, по крайней мере, доказательного, любимого мужа и так далее, совершенно на этих людей не похожи. И не нужно прислушиваться к мнению тех, кто ведет себя недостойно. Не нужно прислушиваться к мнению тех, кто, в принципе, не является сколько-нибудь серьезными людьми. А еще раз повторю, те, кто распространяют сплетни, те, кто их передает, те, кто их слушает, не являются серьезными людьми. Не позволяйте тем, кто не имеет своей жизни за счет вас, пытается самоутвердиться, влиять негативно на вас и на вашу семью. Это тоже поведение достаточно неправильное, достаточно деструктивное. Деструктивное оно, в первую очередь, для вас самой. Потом уже для всех остальных. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго.